Я скорость. Быстрее, быстрее, быстрее скорого. Я молния. Да, это молния. Молния МакКуи. Дачки, две фильмы. Четверга по субботу в 19.30 на канале Disney. Возрастное ограничение 0+. Ниф Джуниор в кино возвращается. В кинотеатрах 102 декабря. Кто-то поднял Гавкинбург в небо. Отважные щенки спасут жителей города. Ниф Джуниор в кино представляет новый выпуск «Щенячий патруль и туристная помощь». Уже в кино. На плюс. Раньше было очень трудно маме вырастить ребенка. Утром в садик не разбудишь. Поздно ночью не уложишь. То пойдешь, но попляшешь, чтобы сыпом накормить. Ну а чтобы хоть минутку в тишине передохнуть, надо было незаметно пробираться в темный шкаф. А теперь другое дело. Сам встает и сам ложится. Сам себе на стол накроет. Даже вещи приберет. Потому что в нашем доме... Мам, тут не включай! ...детское радио живет. Детское радио любит святых людей. Это что хорошие новости придут! Обязательно! Хорошие новости приходят всегда! Вы волно откроете! Смотрите! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И он читает следы, как открытую книгу. И других следов не было, но это не его варежка. Ее Стрелка Семеновна, и она всегда готова ему помочь. Грызть носы! Но зачем? Вместе они распутывают любое, даже самое запутанное дело. И куда дальше ведет нас логика? К железной дороге, Стрелка Семеновна. Железнодорожный детектив или приключения сыщика Сима Форыча. Слушайте на детском радио. Ну, в общем-то, я почти готова. Асфальтим, голоса по на лоб. Реклама. Где-то далеко, где воздух чист, как слеза младенца. Дед, ты опять не туда. Я в Березку за шашлыком. Это ты не туда. В Березке есть доставка любимых блюд. Молодежь! 69-35-00 или в мобильном приложении. Привет! Я Наталья Фоменко. И чеш-специалист агентства недвижимости Абликс. Хочешь стать профессионалом в сфере недвижимости? Мы научим, покажем, поможем и поддержим. Звони 540-505. Мы ждем именно тебя. Прекламная служба детского радио. Телефон в семине 68-11-64. Код города 3452. Прекламная служба детского радио. Телефон в семине 68-11-64. Код города 3452. Код города 3452. Прекламная служба детского радио. Телефон в машине тем более. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Поиски привели нас на берега реки Миссисипи Мы искали следы злоумышленника, погубившего шхуну В этом нам помог лоцман по имени Сэм Клеменс Известный как автор приключений Тома Сойера Писатель Марк Твен Он расшифровал индейское письмо Но только наша шлюпка приблизилась к берегу Как из прибрежных камышей Раздались выстрелы Это же у нас, блядь! Блядь, блядь! Конечно, что же еще остается? Я не защитился, я же что-то, блядь! Пора и разбежая, и молодой Соле Мигом, мигом на дно лодки Не толпуешь, хватит! Я вынужден был подчиниться Дик и Гулливер стреляли по лодке бандитов А мне приходилось только наблюдать Мистер Томас тогда был еще котенком Он вцепился в меня и сидел тихо Выстрелы звучали совсем близко Потом дальше Тут Гулливер заметил, что из дома у холма По злодеям тоже стреляют Как мы позже выяснили Это был тот самый дом, что упоминался в индейском письме Выстрелы продолжались и продолжались Вдруг бандиты, видимо поняв, что их дело безнадежно Перестали стрелять и бросились на утек Мы спешно причалили Лемюэль и Дик побежали за ними Дик кричал, чтобы они остановились Но бандиты пытались скрыться С трудом пробираясь в зарослях камыша Обнаружено движение впереди идущего автомобиля Второй остановился и произнес, задыхаясь Пьет, пьет, пьет Дик и Лемюэль связали ему руки Он не вырывался Тут из дома на холме выскочил невысокий мужчина Сначала он побежал очень быстро Потом перешел на шаг Скоро мы смогли разглядеть его получше На вид ему было лет шестьдесят Светлые выгоревшие волосы Густые пшеничные брови Яркие голубые глаза Одет очень просто Грубые матросские штаны и куртку Если бы не револьвер в его руке Можно было бы назвать его добродушным Устало выдохнув, он сказал Уф, мы поймали его Истера Чипа Наконец-то Так что Дик и Лемюэль Поймали капитана Марии Целесты Того самого Что заложил на корабле бонду Чтобы получить страховку С нечестным путем Вот так Мужчина немножко отдышался И сказал Простите Я не представил вас, господа Мое имя Гарри Джексон Я матрос своей Целесты В свою очередь Мы представились ему И рассказали Как нашли его письмо Незадолго до взрыва Вот так и вышло, ребятки Что Гарри Джексон Спас всех нас Если бы не его письмо Мы бы погибли Дик и Лемюэль Благодарили его И жали ему руку А он только повторял Ах, как же славно Что бы жилы, господа Я иду Об увеличении скорости Очень рад Очень рад 20 км в часе Что надо делать с мистером Чипом Гарри Джексон предложил Давайте отведем его к Шрифу Пусть он решает его судьбу А я спросил Скажите Почему Чип хотел взорвать шву Неужели только из-за этой страховки Кто из-за денег А Джексон ответил Прошу снова, господа Я вам все расскажу Мы прошли в дом И мистер Чип пошел вместе с нами И все время разговора Сидел на стуле У открытого окна Вот что рассказал Гарри Джексон В доме на холме Он жил со своей женой Молодая Луна Так звали ее Об этом нам уже было известно Из письма Мистер Чип Разыскивал Джексона Чтобы отомстить За то, что тот Обнаружил его коварные планы Гарри решил переправить жену К родным У них ей было безопаснее Потом он показал нам бумаги Документы Шхуна Мария Целес Дошла в Сидней Владелец Нанял на рейс Безработных моряков Уже в юных водах Тихого океана Стало ясно Что шхуна До порта не дойдет Потонет При первом же шторме Шкипер Сообщник Мистера Чипа Бросил шхуну И скрылся На единственной шлюпке Моряки поняли Что дело плохо А что было дальше? А дальше Они обыскали шхуну От Киля до Клотика И нашли Такие Адскую машину Матросы хотели Бросить бомбу За борт Но Гарри Предложил им Другой выход Они решились Связали плод И оставили шхуну А перед этим Гарри Джексон Положил в сундук Письмо Команде Марии Целесты Жизни матросов Угрожала серьезная опасность Сказал Джексон Надеюсь Что я поступил Правильно Господа Мы Ваш покорный слуга И знаменитые Капитаны Дик Сэнд И Ленуэль Гулливер Заглазились с ним Вот так и закончилась История Марии Целесты Да Никакой мистики Простая человеческая Алшность Ну вот А я думала Что это настоящий Ликучий Голландик Наружено движение Впереди идущего автомобиля Наруженое появление Ничего На наш век Таин хватит Смотрите Наш компас Подал Значит Посетители Воспользовались Старой карты И снова Куда-то отправились Наверное Искать очередной Клад Да И это наш шанс Догнать их Все готовы? Готовы Конечно Готовы Дяденька Боц Тогда Кладем руки На компас Раз Два Три Вперед Мы пойдем По меридианам Да Маргарита Где? Что? Меня Угарать Меня Угарать И забыть Не понял Ты говори Нормально Ты не громкую связь Включай А нормальную связь Тебе Я вообще Не слышно Я У меня Угарать За ключи Дана Забыть И сейчас И не могу Войти В квартиру Ну я Ничего Уже Не поделаю Иди На фортепьяно Я Антона За Я Ну а что Сейчас Под дверями Будешь стоять Иди На фортепьяно Как Я Потом Антона Со скрипкой Привезу И Тебя Заберу Сейчас Я уже Ничего Не могу Сделать Тебе Придется Ждать Все Ладно Я за рулем Мне некогда Разговаривать Ну ладно Ну ладно Ладно, я тебя оставлю, придется за Маргаритой тогда ехать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Профессионально назвали тот вектор развития нашей службы, занят, и мы действительно пришли уже из прошлого года на новый формат работы с клиентом, полностью переходит формат взаимодействия на клиент-ориентированность и клиент-контричность. И тут замечательный портал, цифровая платформа работы России, которая дает возможность нашим клиентам обратиться к нам, скажу так, быстро и современно. Она, конечно, уже дает свои плоды, и мы сейчас на пути того, что мы идем к тому, чтобы клиенту было удобно и эффективно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дальше уже консультант, который будет в дальнейшем вести человека, он обрабатывает заявку, зарабатывает вместе с клиентом какие-то необходимые опции, которые он выполнял на этапе подачи заявления. И тем самым уже в дальнейшем выстраивается его траектория. То есть, что мы делаем дальше с клиентом, какие мы сервисы будем ему предлагать. Угу. Я настолько понимаю, уже программа внедрена или хотя бы частично внедрена? Есть какие-то плюсы и минусы? Уже вы отслеживаете обратную связь? Сейчас программа, да, она внедрена не во всех регионах, но она у нас осуществляется. Вы с первыми, одним из первых регионов, которые программу реализуют. Ну, будем говорить о том, что в любом случае что-то новое, оно всегда несет в себе такие опасения, как это будет работать и от нас как раз, как от внутренних клиентов, которые работают в новой программе, так и от наших потенциальных клиентов, предскателей, работодателей. Могу сказать, что пилотная апробация прошла довольно-таки успешно. Мы, как пилотный регион, перешли на работу единой цифровой платформы. И на сегодняшний день у нас ни просрочек по заявлениям не наблюдается. Мы, в принципе, идем в том временном интервале, который мы должны соблюдать. Здесь очень важно проводить грамотную, адресную, информационную работу с нашими клиентами, с нашими жителями о том, как вообще будет асно-пошадово. Нужно обращаться теперь в службу занятий. Но, говорю, прошлый опыт прошлого года в пандемию, мы начинали уже такой формат работы на платформе Работа в России. Поэтому, в принципе, наш клиент готов к изменениям. А кто не готов, того мы научим. Обнаружено движение впереди идущего автомобиля. Ну, и вот вопрос такой. Практическая польза вы говорили уже, да? То есть, были ли люди, которые уже обратились, уже нашли работу и уже, что называется, вам пять звездочек поставили в качестве обратной связи? Да, своеобразная обратная связь, да, у нас идет оценка сервисов. Не просто, так скажем, на галочке, да, мы собираем реально обратную связь от наших клиентов. Могу сказать, вот из последних примеров по трудоустройству. У нас есть положительный опыт, и мы вообще пропагандируем сейчас онлайн-формат таких живых историй успеха о трудоустройстве наших граждан. Вот буквально недавно снимали сюжет о том, как человек обратился к нам, да, с помощью единицы правовой платформы. И довольно короткий промежуток времени, у нас есть такая профессиональная терминология, ну, это даже какая обязанность, да, это содействие к трудоустройству 20 дней. Таким образом, мы прослеживаем и активность, скажем так, человека, который ищет работу, и, собственно, нашу работу, как мы можем помочь. Так вот, как раз эта женщина, которая трудоустроилась, она подавала первичное заявление через единицу правовой платформы, и на сегодняшний день уже успех на трудоустройству, сделан из-за принтера. Вот поэтому мы говорим о работе. Да, то есть есть успех со стороны тех, кто хочет устроиться, а вопрос, как реагируют, есть ли какие-то отзывы от тех, кто нанимает, я так понимаю, что вы предоставляете еще им тоже платформу. Да, платформа работает в двух направлениях, то есть мы работаем с клиентом, с дателем, с дателем, с работодателем. Да, то есть программа совершенствована, довольно удобно работать в личном кабинете, где работодателем можно посмотреть резюме, скажем так, на сходе тех кандидатов, кого он ему направляет в дальнейшем. То есть на сегодняшний день могу сказать, что у нас довольно значительно количество предприятий зарегистрировало в личном кабинете на единых правоплатформе. Для них, опять-таки, есть удобство по сокращению временных затрат на путь сотрудников с этой стороны. Кроме того, мы, наверное, не смогу и похвалиться французского российского обучения, которое проводит Минстерство Трудоразийской Федерации и Федеральный Центр Конституции в сфере занятости. Наш регион занял первое место в выпуске работодателя. Именно по предоставлению сервиса работодателю как новый формат онлайн-сервиса. То есть как работодатель может получить информацию о том или ином работнике. Таким образом, мы информируем работодателя по шаблону компетенции, который мы составляем непосредственно с кандидатом. Тут еще одна отличительная особенность портала. Это прежде чем человек подаст заявление, он должен заполнить резюме. Обнаружено движение впереди идущего автомобиля. Обнаружено движение впереди идущего автомобиля. России и разных стран говорят, что обычно в резюме надо либо говорить правду, либо занижать свои возможности, либо завышать свои возможности. Как вы рекомендуетесь по-человечески, если человек, например, пишет резюме? Ну, лично я тебе скажу, что я всегда за правду. Поэтому человек должен реально оценить свои возможности, реально продумать, как он может стать более успешным, как он может себя презентовать. дать ту оценку своих хардов и софтов, да, если опять будем говорить, там, современным, то есть свои основные характеристики и какие гибкие есть качества для того, чтобы претендовать на ту или иную позицию, смотря на какую он выбирает. Мы, наш карьерный консультант, в дальнейшем, в любом случае, будет работать с клиентом для того, чтобы резюме причитать, чтобы оно было более удобно читаемым. Единственная большая, как бы здесь тоже акцент нужно сделать на то, что резюме, ну, как минимум, это лист, это два. То есть должна быть выдержка именно тех конкретных инструментов, которые человек должен, про себя, во-первых, знать, уметь их преподнести и доказать нанимателю, работодателю, что это именно тот человек, который ему нужен. А вот эта аргументация, что да я совру лучше, знаю, что знаю пять языков, хотя знаю один, меня все равно возьмут, а потом уже на месте разберемся. Ну, не прокатит, по причине того, что работодатели сейчас, они довольно, вот бизнес-процессы вообще перестроились, да, и этому толчок был прошлый год, и работодатели сейчас проводят, в том числе, и такие, как можно назвать, слепые прослушивания. То есть в любом случае сейчас работодатель будет определять, какие компетенции есть у соискателя для того, чтобы свою потребность экономическую закрыть. Если мы говорим о том, что один язык реальный человек знает, а заявляет о том, что он знает три, то все равно это всплывет. Потом мы не забываем о том, что у нас есть трехмесячный период, когда работодатель нанимает и берет на испытательный срок. Вот там только и строится. Ну и, наверное, у вас не сегодня-завтра появится еще рейтинг, да, то есть человек соврал, соответственно, у него, может быть, появится какая-то галочка, что он нечестно указывает все в анкете. Это тоже будет за ним потом висеть. И нет смысла, наверное, портить себе репутацию. Да, вот тренд совершенно верный. Золотые плава. Репутация сейчас – это очень важно. Это важно и со стороны работодателя, и со стороны соискателя. Если мы ищем работу, значит, мы должны себе репутацию создать для работодателя, ну, к которому мы хотим попасть на работу, что ты действительно тот человек, который ему нужен. Но здесь и работодатель должен понимать, что он должен качественно преподнести ту вакансию, на которую он ждет себе кандидата, которого он реально ожидает, и что он хочет от него получить. Здесь игра – двойные ворота, получается. Насколько важно вот топологически соединить работодателя с работовзятелем, да? То есть, ну, я, насколько область немаленькая, человек в одном конце области захотел работать, а работа находится в другом конце области. или в другом конце области. Что делать теперь? Ну, да, вот как раз принцип экстерриториальности, он сейчас очень важен, потому что оперетон спортовых ресурсов осуществляется не только как по всей стране, но и регионы используют такую потребность, потому что где-то открываются предприятия, вот для этого как раз и внедряются вот эти новые сервисы, как организация собеседования, открытые кадровые отборы, в том числе в онлайн-формате. Они позволяют состыковать удаленно работодателей, соискатели. Мы такие мосты, видеомосты проводим, в том случае, когда у нас, например, в муниципальном образовании находится работодатель, а в городе, например, есть, ну, в центре, да, в областном, есть потенциальные соискатели, потому что многие инвестпроекты заходят и в область. Таким образом, мы организуем видеомост, у нас даже есть такие проекты, они называются «Трудлив» или «Жизетруд-три», для того, чтобы застыковать работодателей и соискателей. И так же происходит наоборот. То есть, когда из, скажем так, сельской местности мы привлекаем кадры в городскую местность. Но про целосты бывать нельзя. Надо в любом случае тоже оставлять молодые кадры, которые готовы будут развивать свою территорию. Но сама система отслеживает местоположение соискателей и работодателей и учитывает это? На сегодняшний день система отслеживает первичное обращение, конечно. То есть, мы видим, из какого района области обратился к нам гражданин. То есть, такая система отслеживает. И она может, например, сказать, вот зачем вам работа вот эта, которую вы ищете далеко, давайте мы вам предложим работу чуть-чуть другую, но поближе? Или это не является задачей системы? На данном этапе этой задачи у кадрового консультанта службы занятости. То есть, консультант определяет. Человек обратился с заявлением по месту жительства. Обнаружено движение впереди идущего автомобиля. Заявление человек указал своим отрежностям. То есть, какую он работу ищет. Мы в любом случае сходим от транспорта доступности и тех вариантов, которые мы можем предложить. Ваше личное ощущение, мобильность граждан наша, она во сколько сейчас повысилась, понизилась. Ну, понятно, что ковид тоже сыграл какую-то роль. Но, в общем, в целом, если человек, например, хочет работать, он готов собрать вещи, приехать или в автоном каким-то способом, или, в принципе, поменять место жительства ради работы? Да, человек готов. Человек готов. Человек готов, но мы должны сказать о зарплатных ожиданиях. Человек не готов будет ввести избежки, если его ожидания по материальному отключению, или, например, социальной какой-то инфраструктуры не будут оправданы. Поэтому сейчас кандидат заметно отличается от кандидата до пандемийного периода. Это видно прямо по нашим клиентам. В какую сторону отличается? В сторону реальной оценки рынка труда. То есть человек не готов к переезду или реальному смену мест жительства и жертвует там, допустим, какими-то своими личностными благами для того, чтобы переехать, например, на такую же зарплату, которую он получает в регионе, или, например, на меньше какие-то позиции, все-таки ищут варианты с достаточно хорошей оплатой труда. Есть ли возможность, например, устроиться онлайн? Существуют ли у вас такие вакансии? Да. И прошлый год у нас довольно изменил нашу структуру вакансий. В любом случае мы можем говорить о том, что структурная безработица, она имеет место быть. Наверное, для этого нужно больше времени, чтобы прошла перестройка. Ну вот у нас очень активно развивалась сфера колл-центров. И колл-центры в основном предлагают как раз работу удаленную. Также у нас в регионе и деливери, да, доставка довольно активизировалась, чего раньше не было практически, то есть единичные пучи. У нас, ну, как бы IT такой регион довольно хорошо развитый. И вот в эту сферу тоже требуют специалисты на удаленку в том числе. Да, то есть в том числе и работать над вашим проектом можно тоже устроившись, да, куда-то онлайн? Да, да, да. Система айтишная, да? Ну, а вы сами вот это все разрабатываете и делаете, вам нужны еще специалисты? Нам нужны специалисты, знаете, какого профиля? СММ. То есть продвижение, а мне для маркетинга нам надо показывать населению, что действительно мы идем в таком вот сейчас виске развития, находится в университете, которая готова отвечать на эти потребности. Мы вот были недавно на обучении в Москве, и мне так это выражение понравилось, где его прям применяют и действительно вот про нас. Мы должны стать стать клиентом, то есть мы должны понимать, что нужно сейчас клиенту для того, чтобы мы смогли с ним вместе построить его карьерную траекторию. Да, такие люди нам нужны, которые будут продвигать тот формат идеальный, который... Так может, простите за выражение, может быть через блогеров зайти или ну их? Можно. Почему бы нет? Можно. Найдите там, пожалуйста, где сейчас будет. Да вы не расплатите бедологи, там вообще, у них что-то расценки сейчас повысились. Черт, я, ну и один вопрос важный. Вспомнила, как женщины, которые с детьми дома сидят, какие им вакансии всякие предлагаются. Может быть, как-нибудь еще поговорим, мы с вами свяжемся и... Вас, Николаевич, да, времени, к сожалению, нет. Спасибо большое. Пока. Давайте, может, успеем еще раз. Да, с женщинами мы работаем адресно, потому что, действительно, это уязвимая категория. И с ними надо отрабатывать по-своему. В первую очередь, все женщины у нас желают переобучиться. И именно здесь вот наша первая помощь для того, чтобы им дать вот эту удочку. Директор кадрового центра Ленкова Сибирислави, Калачников кадров, Павел Николаевич. В Москве, 1130. Новости есть. В студии Лора Стадницкая. Случный прирост новых заболевших коронавирусом в России составил 32 930 случаев. Обнаружено движение впереди ведущего автомобиля. Коэффициентов 36 514 выписаны. Следует из данных оперативного штаба. В Москве выявили 3304 новых случаев коронавируса. В Санкт-Петербурге 2609. В Подмосковье 1813. Большинство встречавшихся также в столице 95. В Петербурге умерли 60 человек. В Московской области 54. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России сегодня немного снизился и составил 97 сотых. В Москве этот показатель составляет 91 сотую. Волна сбриваемости COVID-19 в России идет вниз. Об этом только что заявила глава Минздрава страны Михаил Мурашко. Все подробности в наших следующих выпусках. Китайские власти обеспечат полную безопасность зимней олимпиады благодаря закрытой и в то же время гибкой системе тотального эпидемического контроля. Об этом заявил глава отдела пропаганды Порткома оргкомитета пекинских игр Джао Вейдун. Закрытая система контроля не означает, что члены делегации будут все время сидеть на одном и том же месте. Благодаря специальному транспортно-коммуникационному оборудованию система охватит множество олимпийских объектов. Противоэпидемические меры будут действовать постоянно на всем протяжении игр, рассказал он на пресс-конференции. По словам Вейдуна, оргкомитет будет осуществлять жесткий эпидемический контроль за прибывшими из-за границы спортсменами и сопровождающими их лицами и не допустит вспышки коронавирусной инфекции в ходе Олимпиады. Напомню, зимние игры пройдут в китайской столице с 4 по 20 февраля будущего года. Еще 12 тел погибших при взрыве метана подняли шахты Листвяжной в Кузбассе. На поверхность об этом сообщила пресс-служба МЧС. Как уточнил в телеграм-канале губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, речь идет об 11 погибших в горняках и одном спасателе. По земле остаются тела 17 человек. Работы продолжаются. Напомню, 25 ноября на Листвяжной произошел выбор сметаны. Погибли 46 шахтеров и 5 горноспасателей. Пострадали более 90 человек. Сегодня девятый день после трагедии. Во всех муниципалитетах Кузбасса проходят травмные мероприятия. Полицейские задержали 11 участников драки. Дворников во дворе на улице Машкова в центре Москвы. Все они оказались мигрантами из Киргизии и Узбекистана, сообщает ТАСС со ссылкой на источник правоохранительных органов. На задержанных составили протоколы за мелкое хулиганство. Потасовка произошла накануне. В ходе нее страдали три человека. Как выяснилось, одна бригада убирала снег во дворе дома, в то время как другая очищала от снега крышу. Конкретно чудеса из-за того, что снег сброшен из крыши, упал на очищенную часть двора. Председатель СКР Александр Пострыкин поручил повторно разобраться со сносом в Екатеринбурге, старейшего в стране аэровокзала. Утром 26 ноября начался снова здание аэровокзала «Ухтуз», построенного в 1937 году. Общественники пытались признать его культурным объектом. Они отмечали, что местный аэровокзал был единственным в России объектом такого назначения. построен в 1937 году.